На нашем уроке мы посмотрим, как использовать команду «Поворот форм». Эту команду мы с детьми изучаем, когда осваиваем признак действия. Данный признак у нас обозначен иконкой «Броненосец». И мы сегодня будем изучать эту команду на примере проекта «Цветок». Мы с детьми изучали строение цветка. И сейчас мы будем создавать модель цветка, лепестки и цветоложи. Вот две части, которые мы будем создавать. И наши лепестки, этих частей у нас шесть, будут созданы на форме шар. Сейчас я с помощью масштабирования изменяю размер. Например, подгоняю эту форму под часть лепесток. Мы можем ее вытянуть. И я должна сделать копии, увеличить количество данных частей до шести. Мы определили, что у нас будет шесть частей части лепесток. С помощью команды «Место» я, размещая на рабочем поле, центрирую наши лепестки. Итого у меня получилось шесть лепестков. Сейчас я буду размещать их в позиции «Вид сверху». Я буду размещать так, чтобы потом с помощью команды «Поворот форм» сделать цветок. Наши лепестки должны быть в другой позиции. То есть мы их должны распустить. А сейчас я просто размещаю эти части. И для этого мне нужна позиция «Вид сверху», чтобы последовательно разместить лепестки, которые образуют у нас сейчас контур цветка. Все я разместила. И сейчас мне будет помогать кнопка «Броненосец». Мы изучали с детьми в играх признак действия. И теперь я должна буду развернуть лепесточек. Вы видите, что здесь у нас отмечены цветом повороты. В какой пространственной позиции я буду создавать этот поворот. Я просто мышкой разворачиваю. И стрелка у меня направлена на линию. На тот поворот той пространственной позиции, которая мне необходима, чтобы создать образ цветка. Я разворачиваю лепесток. И потом его опускаю. То есть можно опускать на разную высоту. Не обязательно лепестки делать одинаковыми, потому что живые цветы обладают разными. Лепесточки, точнее, обладают и выражены более красиво разными позициями относительно центра. И мы также сделаем. Вот с разных сторон можно уточнить. И вот у нас получилось основание. Можно с помощью кнопочки места немного развернуть, если это требуется. Ну, в принципе, такая форма неправильная. Она является естественной. И сейчас нам нужно сделать цветоложие. Это у нас та же форма шара. То есть мы весь проект создаем на форме шара. И в позиции вид сверху мы сейчас немножечко уменьшим размер нашего цветоложия. И теперь я могу задавать цвет нашим частям. Все, я выделила. У меня нежный яблоневый цветок. Сейчас я его объединю. Вот такой красивый цветок у нас получился. Сейчас мы его объединим с основанием. Все, теперь мы можем его сохранить. Сейчас проверим, как он у нас хорошо объединился. Команды и место. Видите? Мы можем передвигать, как один объект. Мы можем его немножко увеличить. Сделать лучше в позиции вид сверху. Чтобы он у нас был побольше. То есть он из исходной формы будет у нас увеличиваться. И сейчас я сохраняю файл STL на печать. Это у нас, извиняюсь, кнопка «Сохранить проект в архиве». А вот это как раз папочка STL для того, чтобы сделать 3D-печать. Вот мы посмотрим, где у нас наш проект. В галерее наших проектов. Вот наш цветочек. А сегодня наш урок по изучению команды «Поворот форм» закончен.